МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпиня в Кыргызстан, официальные визиты президента Монголии Халмагина Батулги и премьер-министра Индии Нарендре Моди. Масштаб этих событий действительно огромен, и Бишкеку нужно встретить своих гостей достойно и на высочайшем уровне. Для этого в столице произведены огромные работы, о которых мы узнаем сегодня в программе «Акцент город». Меня зовут Чаупон Медедбекова. И у нас в гостях сегодня общественный советник по информационной политике мэра города Бишкек Гуля Алмабетова. Здравствуйте, Гуля Единовна. Добро пожаловать в нашу студию. Рада вас видеть еще раз в профессии политтехнолога. И вот в качестве, скажем так, расскажите, пожалуйста, о значимости этих событий для нашей страны. Вы абсолютно правы. Это действительно очень серьезное масштабное мероприятие и вдвойне ответственное для нашей страны. Потому что только что, буквально несколько часов назад, состоялась инаугурация избранного президента Республики Казахстан. И совсем тоже относительно недавно, хоть и был визит президента Узбекистана, это все получается даже обновление, собственно, самой конструкции Шанхайской организации сотрудничества. И премьер-министр также был переизбран на новый срок. И получается, у всех наших стран есть новые надежды, новые планы, новые перспективные направления. И они все, получается, объединяют этот регион по самому главному вопросу. Это вопрос, конечно, региональной безопасности. Потому что сейчас мир очень неустойчив, потому что мы все находимся на пульсе всяких новостей мировых. И мы понимаем, что, например, терроризм потерял всякие границы. Терроризм потерял всякие границы. Границы, национальность, вероисповедание. И он становится действительно очень серьезной угрозой безопасности для всего мира. И в такой обстановке, вот именно это мероприятие, в такой конструкции, серьезной конструкции, да, то есть это объединение больших крупных стран, и когда они собираются в такой относительно небольшой стране Кыргызстан, то это, конечно, для Кыргызстана однозначно открывает какие-то новые перспективы. В частности, вот сегодня мы наблюдали, что, наконец-то, спустя столько времени у нас возможность появляется для наших мигрантов защитить свои стажи, свою работу. То есть это, конечно, однозначно очень серьезный шаг со стороны Российской Федерации, потому что наши мигранты получают статус. Статус не просто людей, которые вот временно зарабатывают деньги и потом вынуждены будут набирать стаж, вернувшись в Кыргызстан. Это не только этот аспект. А второй аспект, он более глубокий, потому что у людей появляется возможность уже другим состоянием вернуться на свою родину, потому что это же будет не всегда. Не всегда наши ребята, наши граждане будут уезжать на заработки в другие страны. И учитывая, что в Российской Федерации значительное количество наших мигрантов, именно трудовых мигрантов, этот шаг со стороны Российской Федерации, он очень существенный, это однозначно. Тем более сейчас второй момент. Сегодня состоялось очень-очень долгожданное мероприятие. Мы наконец-то сегодня наш мэр Азиз Амельбекович Сурахматов встретился с главой экономического отдела Министерства коммерции Китайской Народной Республики. То есть сегодня были подготовлены все необходимые документы, протоколы по подписанию второй фазы реконструкции и реабилитации столичных дорог. Сегодня была самая лучшая новость для всего муниципалитета, для всех наших служб. Мы очень надеемся, в том числе и для наших горожан. Потому что в рамках второй фазы будет отремонтировано порядка 60 улиц. Также будет завершен наконец-то мост по улице Льва Толстого. Мы очень долго ждали этот мост, потому что наши работы были соотнесены с реабилитацией и со строительством продолжения теплотрассы. Акционерное общество Бишкек Теплосети как раз аккумулировало средства. У нас есть, конечно, небольшое опоздание из-за задержки в связи с теплосети. Но, тем не менее, сегодня были также подтверждены и окончательные завершения работ по первой фазе. Потому что у нас де-факто завершены 49 улиц и по двум улицам были как раз вот такие вот инфраструктурные недоделки. Это тоже удалось обсудить. Сегодня Азизин Любекович Сурагматов еще раз подтвердил готовность служб муниципалитета к продолжению этого хорошего инфраструктурного проекта, который реализуется на грант государственный, правительственный, грант Китайской Народной Республики. И даже подготовили, конечно, мы подготовили проектное решение. На этот раз подготовка оказалась, мы сами делаем себе оценку, она оказалась достаточно серьезной. Ну и даже вот в конце очень переговоров они были сегодня такие, знаете, непростые. Ни пять минут, ни десять минут. Вот это был не только акт вежливости, а такой был серьезный, конструктивный, вот такой вот разговор с подписанием, со всеми этими процедурами необходимыми. Наше управление капитального строительства, которое курирует наш вице-мэр Азгалиев Улан Шелебекович, они даже презентовали эскизные рабочие проекты по второй фазе, а также предложения по третьей фазе. Потому что у нас в рамках этого гранта предполагается еще третья фаза. Особенность первой, второй и третьей фазы заключается в том, что по третьей фазе предполагается строительство путепроводов. Что такое путепроводы? Путепроводы – это вот так называемые верхние развязки. Когда вот, например, наверное, вы, горожане, и вы много раз проезжали, когда мы делали пробивку железной дороги по улице, ну, у нас классическая пробивка была по улице Лагвиненко в сторону юга, и в сторону севера у нас по улице Панфилова. И та, и та улица односторонней, и всегда в этом месте наблюдается затор. И для того, чтобы вот такие вот несколько мест у нас в городе есть, в том числе пробивка улицы Туркула-Айтматова, это вдоль набережной, микрорайон Восток-5, и там необходимо строительство эстакадных мостов. Эстакадные мосты, у нас уже есть мосты по улице Сады-Галиева, уже появились развязки в западной стороне, сейчас завершим строительство моста. По восточной стороне, как только параллельно завершится строительство теплотрассы, эстакады – это получается очень серьезное строительство, потому что в нашей столице нет опыта строительства таких сооружений. И сегодня наш мэр Азиз Амельбекович Сурахматов особенно подчеркнул именно опыт Китайской Народной Республики, потому что однозначно по строительству автомобильных дорог в сложных условиях, в густонаселенных условиях, конечно, Китай лидирует. И было приятно очень, что китайская сторона с пониманием отнеслась к нашим проектным предложениям, поддержала нашего мэра Азиза Амельбековича Сурахматова. Поэтому, конечно, наверное, мы, мэрия, больше всех рада тому, что саммит ШОС проходит именно сейчас. И само подписание протокола завтра состоится уже официально в резиденции, в государственной резиденции с присутствием самого высокого руководства наших двух стран – Китайской Народной Республики и Кыргызской Республики. Так что перспективы у нас прямо вот сейчас-сейчас. То есть никогда не быть в каком-нибудь документе. А то вот у большинства людей нет, конечно, ясных представлений, о чем они будут говорить. Они все, конечно, доверяют. Я могу вас заверить, дорогие горожане, что вот этот саммит ШОС имеет напрямую отношение к качественному изменению жизни нашей столицы. Как говорится в кыргызской пословице, да, то есть дословно это будет как «посмотри на мать и бери дочь», «посмотри на дверь и проходи на почетное место». В первую очередь обновление началось с въездного комплекса «Аскаташ». Расскажите об этом подробнее и далее по порядку. Это абсолютная правда. Небольшое лирическое отступление. Когда сегодня была встреча с китайскими высокими чиновниками, первое, что они сказали нашему мэру Азизу Сурахматову, «Азиза Емельбекович, у вас город красивый и чистый». И несколько раз было очень приятно от первых гостей услышать столь высокую оценку деятельности муниципалитета. А вы абсолютно правы. Конечно, театр действительно начинается с вешалки, с фойе, так и город начинается с ворот. У нас воздушные ворота – это все-таки въездной комплекс «Аскаташ». Два с половиной года назад была первая реконструкция, когда сделали новую подсветку, появились орнаменты «Саймалуташ». Вот эти все элементы этно-стиля были заново обновлены, во-первых. Во-вторых, по нижней кромке была сделана дополнительная подсветка и как раз установлены новые сверху покрытия, тоже в этно-стиле. Это национальный узор. Потом вот полностью вот эти объемные буквы полностью были сняты, полностью обновлены, изготовлены заново. Это все сделали сотрудники нашего муниципального предприятия «Тазалык». Затем был впервые тоже за длительное время отремонтирован фонтанный комплекс «Аскаташ». И из-за того, что там были ремонтные работы по небольшой замене определенной участка брусчаткой, сотрудники и агрономы нашего муниципального предприятия «Бишкек-Зеленых Хоз» впервые осуществили работу по пересадке зеленых насаждений. И знаете, опыт оказался успешным. Благодаря тому, что у нас отличные агрономы, замечательные начальник «Бишкек-Зеленых Хоза» Ильнура Чулдошева, вот знаете, все-таки женские руки есть женские руки, им как-то удалось очень бережно пересадить каждый костик розы, вот каждый кусочек вот из цветочного ковра. И все прижилось, все прижилось. И далее по маршруту полностью была проверена каждая светоточка. Были проверены все опорные столбы. Ну, мало ли что, какое-то замыкание. А потом, если вы помните, Аташа и комплекс остаются справа, а потом, когда проезжаешь чуть-чуть, там есть вывеска «Добро пожаловать». И, наверное, помните, даже мемы были в интернет-пространстве, что там буква какая-то исчезла, кусочек орнамента поломался. Это место было предметом критики, объектом критики пользователей социальных сетей. И хотим сказать, заверите всех наших горожан, все в порядке. Каждая буковка приведена в порядок. Все заново выкрашено, все детали заменены. Подсветка полностью обновлена. Более того, в этом году нам удалось даже вот сами опоры, на которых светоточки, собственно, освещение крепится, тоже сделать интересными. Там даже есть небольшие линии, которые вот с любовью сделали сотрудники муниципального предприятия «Бишкек Свет». Ильяр Туктугонов руководитель. И определенная часть этих световых опор даже выкрашена в корпоративные цвета нашей страны. Красный и желтый. Кстати, по ним тоже прошли с критики. Вы что, говорит, как испанский флаг? Ну, что бы делаешь, если у нас флаги одинаковых цветов? Правда, конечно, рисунок другой. И я вас перебью. У нас есть первый телефонный звонок. Давайте мы его примем. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Да, вы на линии. Здравствуйте. Прошу прощения, можете повторить свой вопрос? Прошу вас повторить ваш вопрос. Как можно узнать, Российский мегатор, российский мегатор, российский мегатор, российский мегатор? К сожалению, у нас в гостях не по этой части, поэтому попрошу вас обратиться в другие службы. Сегодня мы разговариваем о подготовительных работах мэрии столицы к саммиту ШОС, к встрече высоких гостей. Я отвечу, вы можете обратиться в Государственный комитет по миграции, либо в Министерство иностранных дел, вам обязательно подскажут. Можете продолжить? Да. И далее, получается, очень принципиально, до того, как я продолжу, нужно обязательно рассказать вам один существенный пункт деятельности муниципалитета. Дело в том, что, небольшой секрет открою. У нас не было специального плана подготовки гостей саммита. У нас был серьезный производственный план по благоустройству, который был создан осенью 2018 года. Потому что наш мэр Азиз Амельбекович Сурахматов сказал, знаете, давайте работать не за два дня до мероприятия, а нормально. Все-таки он производственник, он хозяйственник, поэтому прекрасно понимает скорость изготовления, в том числе и бордюров, скорость остывания бетонного раствора. И оптимизация у нас произошла еще осенью 2018 года. И производственные планы были объединены четырех муниципальных предприятий. И внутри четырех муниципальных предприятий был соорганизован бригадный принцип. То есть, получается, в первую очередь, это муниципальное предприятие Тазалы, муниципальное предприятие Бишкек Асфальт Сервис, муниципальное предприятие Бишкек Свет и Бишкек Зеленхоз. Спасибо. Сейчас у нас есть еще один телефон, после продолжим. Здравствуйте. Здравствуйте, вы на линии. Здравствуйте. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Здравствуйте! Вы можете задать свой вопрос? Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 соориташем, декоративным камнем, который прошел двойную обработку. Получается, он сам изъявил желание. Изъявил желание помочь столице. Знаете, как это здорово. И этот соориташ прошел двойную облицовку и дополнительную полировку, которая будет защищать его от непогоды. И за счет него мы продолжим дальше работы по ремонту уже переходов непосредственно пешеходной части всех путепроводов. Сейчас на очереди путепровод продолжения по улице Аджисупа Абдрахманова, по проспекту Айтматова. Потом очень давно требуют ремонта путепровод пешеходной переходы по улице 7 апреля. Прежняя Алматинская. Каждый день сотрудники муниципального предприятия Тазалык моют руками, обновляют, белят. То, что возможно, сделает на наш небольшой бюджет, мы это делаем. Вот по части озеленения города, что вы можете рассказать? По части озеленения, самое приятное, что произошло в нашем муниципальном предприятии Пешких Зеленхоз, у нас в штате появились замечательные ландшафтные дизайнеры. Целых две замечательные красивые девушки, которые работают. То есть раньше их не было? Их не было. С другой замечательной красивой девушкой Эльноры Челдушевой работает. И это как раз вот это авторство, конечно, ими руководит наш вице-мэр Сарпашев Русбек Анахович. Это вот знаете, когда команда весело работает, у них получаются позитивные проекты, дружные проекты. И, во-первых, решения были перекрестка по проспекту Чуй и проспекту Манаса, тоже этно-стиль. Эти же самые девушки-дизайнеры предложили этно-сквер на улице Виноградной и Анкара. И впервые цветы вокруг нашей национальной филармонии высажены как элементы шердака. Наш начальник зеленхоза Эльнора Челдушева вот буквально сначала на бумаге, потом... Это же знаете, как подобрать цветовую гамму, чтобы она совпадала с цветами, были аутентичны с цветами нашего орнамента. Где-то белая каёмка, где-то синяя, где-то красная. Кропотливая работа. Да, и вот эта белая каёмка, чтобы подчеркнуть красоту, была сделана из мраморной окрошки. Это вот самая позитивная была работа нашего Бишкек зеленхоза. Мы собирались этот подарок сделать и чуть раньше, но как раз у нас всё подоспело. Кстати, даже тюльпаны в этом году было 197 тысяч, а три с половиной года назад их у нас было всего 5 тысяч. А в этом году 197 тысяч. И в рамках весенних работ на сегодняшний день высажено 27 тысяч разных единиц. Это кустарники, это небольшие деревья, это хвойные деревья. А цветов высажено на сегодняшний день уже полтора миллиона. И не только по маршруту следования делегаций ШОС, а уже по всему городу, потому что в каждом районе есть агроном, в каждом районе есть бригады зеленхоза. Конечно, чуть больше работы получилось в центральных бригадах, но, вы знаете, вот когда люди любят свою работу, вот с утра до вечера копошатся, чтобы подарить красоту горожанам, как-то даже и не заметили, что всё высадили. В соцсетях не без этого были как и положительные, так и негативные отзывы. Как бы вы прокомментировали, скажем так, на некоторые замечания со стороны горожан? Вы знаете, если работу не будут критиковать, то мы тоже потеряем ритм. Нас надо держать в тонусе. Мы очень благодарны каждому замечанию, каждому предложению. Конечно, обидно, когда идёт просто огульное обхаивание. И такое тоже наблюдается. Могу сказать, что это небольшой процент. Конечно, всем не понравишься, всем невозможно угодить. Но мы делаем выводы, после каждого замечания делаем выводы. Самую большую критику, конечно, потерпело две новинки. Это, во-первых, изделия из камня, габиона, наши черепахи. Смею заверить, дорогие горожане, ниты ена из бюджета, ниты ена. Сами наши сотрудники, рабочие, простые рабочие бишкензеленхоза собирали вручную камни. Небольшое количество проволоки ушло. И эти габионы, понимаете, мэр же тоже не сидит. Мэр сидит, Азиз Милёкович Сурокматов тоже сидит с интернетом, сидит на «ты», с различными новыми книгами, направлениями урбанистики. Он тоже подсказывает. Подсказывает своим службам, подсказывает сотрудникам. И когда руководителя любят, уважают, все хотят тоже хорошо работать. Это был такой подарок нашим горожанам, нашему городу. Большая была критика. Но мы будем их продолжать делать и улучшать. Вторую большую критику – это наши висячие цветы, семирамиды. Их тоже раскритиковали. Но они полифункциональные. У нас же за счет расширения дорог образовались зоны, которые необходимо было чем-то закрыть. Напрямую газон не получается, потому что снизу асфальт. А как пустые зоны оставлять? Поэтому у них двойная функция у этих конструкций. Все лето, всю осень там будут висеть цветы. А после того, как цветы отцветут, свой сезон природный, естественный, там появится освещение на зиму. То есть это полифункциональная вещь. Поэтому, пожалуйста, не переживайте. Мы тоже учимся. Спасибо. У нас есть еще один телефонный звонок. Давайте мы его примем. Добрый вечер. Здравствуйте. Вечер добрый. Здравствуйте, мы вас слушаем. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас говорили по поводу вот этих красивых цветочек композиции, вот эти висенчие кашпо. А как интересно, они будут поливаться? Это первый вопрос. Второй вопрос. Не получится ли, вот по проспекту Чуй, висели у нас вазочки с интуниями, и потом благополучно эти вазочки исчезли. Не тратятся ли наши денежки так лихо? Потом еще один такой вопрос. Знаете, вот в Востоке 5, между домом 31-30-м, хорошую, конечно, сделали стоянку, но как же мы, горожане, там вот ходят, детки ходят, потыкаются, ходят в эту несчастную мусорку. Ну неужели нельзя как-то было эту аллейку доделать? Ведь это же не первый год, она выросла. Да, то обратите внимание. Спасибо. Питонии поливаются ручным способом, с помощью поливалки. Мы постараемся максимально ухаживать. Я уже объяснила, почему они появились, потому что зоны образовались. И цветы высажены, выращены в питомнике, в бишке, в зеленхозе, они не покупались. Это уже значительное утешевление произошло. Были деньги потрачены только на саму стойку, которая полифункциональна, которая потом будет освещаться, и на вот эти позоны. Но ваши все предложения мы будем учитывать. Если они совсем лягут тяжело на бюджет, конечно, мы будем искать новые решения. Что касается стоянки, я записала. Между 31-м и 30-м домом, вот буквально сейчас закончится эфир, и Аким Свердловского района получит все ваши предложения, замечания и наказы. Мне кажется, горожанам тоже будет интересно узнать, какие дороги будут перекрываться во время вот этих мероприятий. Дороги традиционно, в первую очередь, хотела сказать, дорогие горожане, давайте буквально чуть-чуть потерпим. Очень большая просьба, убедительная просьба, все-таки постараться выбирать маршрут и все свои дела запланировать так, чтобы потом вы не расстраивались, не огорчались. Все-таки приезд высоких гостей – это большой почет, это большая ответственность. Мы, каждый из нас, являемся хозяевами, встречаем этих гостей. Пусть они почувствуют себя комфортно. Маршрут следования, как всегда, следующий по улице Фучика, от Дживеджилу до Молодой Гвардии, от Молодой Гвардии вверх до проспекта Чуй, от проспекта Чуй до проспекта Манаса, от проспекта Манаса вдоль вверх по проспекту Айтматова до резиденции. Всего лишь очень небольшой участок. К очень большому сожалению, мы не можем вам точь-в-точь передавать. Это связано все-таки с вопросами без опасности. Мы не можем заранее сообщать. Просим вас отнестись с пониманием, за сколько времени мы тоже не имеем права сообщать. Это все-таки безопасность. Это Шанхайская организация сотрудничества и безопасности. Поэтому приезжают очень высокие гости. Поэтому убедительная просьба с пониманием отнестись, немножко потерпеть. Поэтому мы быстро открыли старостепенные улицы, создаем возможности в других местах. И сегодня два маршрута троллейбуса 11-й тоже был приостановлен до 6 часов, потому что смысла стоять на троллейбусе не было. Поэтому чуть-чуть буквально потерпим. Мы верим, что вы знаете и верите в свой собственный Кыргызстан. И мы чуть-чуть потерпим ради такого значимого события. Ну что ж, спасибо вам, Гуляй Диновна, за то, что пришли. Несмотря на ваш плотный график, ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, я с вами не прощаюсь. Увидимся также в среду в 21.20 на телепередаче «Акцент город». Меня зовут Чулпон Медедбекова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»